Рубля на бал Просто чатимся Но час-полтора уйдет на мытье посуды и чистку картошки же, нет? Блин, они игру с летающей головой будут показывать, ядрить, это сейчас будет что-то, я чувствую Рынок видеоприставок расширяется с каждым днем Наверное, каждый из вас, даже не очень сильно разбирающийся в нем Вспомнит хотя бы 4-5 наименований игровых систем Давайте попробуем Ну, начнем с самого сложного и самого такого, знаете ли, продвинутого Это приставка Ultra 64, которая готовится к выходу на рынок видеоигрушек только весной следующего года Но вы наверняка о ней уже слышали Это приставка 64-битная Nintendo Представляете, какое многообразие красок, какой там будет объем, какая там будет анимация и музыка Ну, а дальше проще Значит, Ultra 64, Super Nintendo Наверное, Sega Mega Drive 2 или Sega Pro 16-бит Virtual Boy Потрясающая система со стереоизображением Game Boy, конечно же Dendy Junior Dendy Classic Вот только я сейчас назвал вам 8 Я уже даже забыл про лазерную Sega CDX, про лазерный же Panasonic 3DO В общем, получается около 10 штук И, конечно, на фоне этого многообразия Потихонечку 8-битные приставки начинают уступать своей позиции В крайней мере, во всем мире так происходит У нас этот процесс идет несколько медленнее, но он все равно завершится и в нашей стране Но, как говорится в одном стихотворении, тебя, как первую любовь, России сердце не забудет Я имею в виду 8-битную маленькую приставочку Ведь именно с 8-битного формата началось знакомство наше с вами с миром компьютерных игр Давайте-ка вспомним этот формат и перейдем к рассказу об игрушках Я бы на персточники пошел, пусть меня научат Этой строчкой из неизвестной серии я начинаю рассказ о 8-битных игрушках Признаюсь вам, как на духу 8-битный формат для меня самый-самый-самый-самый-любимый Ну, вам он тоже, конечно, нравится, я понимаю Но не так, как мне И все-таки начнем с самого интересного Jurassic Park Я знаю, что многие мальчики На удивление, кстати, карты же прям хорошие Картинка нормальная и название нормальное Без ошибок даже Имя которых Юра с недавнего времени Подвергаются, ну, можно сказать, даже оскорблением В школе, в детском саду и в профессиональных синических училищах Потому что их называют не иначе как Джурасиками Кстати, знал бы Юрий Гагарин, что когда-нибудь Спасибо дядя Сережа, да, от лица всех Юр за то, что подал идею, дядь, как ты еще не догадался Его тезок будут называть Джурасиками Джурасик Гагарин Ну что это такое? Тем не менее, это происходит, увы, и с этим ничего поделать невозможно Можно только вставить картридж с парком Юрского периода в приставку И посмотреть, что там делают динозавры и замечательный доктор-профессор Вот так, без всякой школы, института и какого-то ни было учения Вы сразу становитесь доктором биологии В руках у вас оказывается великолепный автомат А фамилия вместо привычного кузяпки для тетюнкин Становится у вас грант Короткая, очень красочная фамилия И отправляетесь вы по заколдованному Юрскому парку Навстречу своей гибели Ну, гибели это только в том случае Если вы первый раз сели за пристав Ну, а если у вас уже есть опыт борьбы с восьмибитными монстрами То вам тут практически ничего не грозит Несколько метких выстрелов И почти все динозавры погибают Почти И это очень важная ремарка Вот этого маленького куреныша Можно убить даже одной пулей А дальше вас ждут гораздо более серьезные неприятности Совершенно новая новость Только что поступила к нам по каналам телетайповых парк Ну-ка, ну-ка, ну-ка Говорит в том, что наряду с станциями метро Парк культуры И Измайловский парк в Москве Недавно совершенно открыта станция метро Юрский парк Или парк Юрского периода Туда, правда, ездит довольно опасно Оттуда еще никто не возвращался Попробуйте вы Может быть, вы сможете уцелеть Это была такая информационная шутка нашей программы Можно смеяться Следующий картридж Называется он никак Вот бывают картриджи, которые никак не называются На них нарисованы грозные, мускулистые мужчины Так немножко растянутые по изображению Ну, все формы картриджа И у них в руках или автоматы, или пистолеты, или и то, и другое У них никогда не бывает в руках лейки Никогда не бывает в руках грабель, косы, топора, плоскогубцев или ножниц У них всегда в руках пистолеты И поэтому, наверное, этот картридж никак называть и не надо Просто надо вставить приставку И немножко потыкать кнопочки На удачу Над седой равниной моря Гордо реет гуревестник В шапке из парашюта А дальше Начинаются приключения этого великолепного юноши Против него выступают практически все военные силы Я уже готов Сначала это железные гранаты, летающие по воздуху Ну, а потом и вражеские вражины После убийства которых на земле остаются Я сначала думал, что термометры А потом понял, что ключи Правда, ключи эти похожи на те, что вы используете для открывания почтовых ящиков Ну, видно, восьмибитные инженеры и программисты на большее не сподобились А вот и следующий этап Это мост через реку Наверное, это река Днепр Какая птица долетит до середины Днепра? Да практически никакая не долетит А вот наш паренек долетел Да и мало того, еще добывает новые ключи И повергает противников в совершеннейший прах и пепел Ай-яй-яй-яй Вот что значит, поспешишь, людей насмешишь Только поиграв в игру как следует От души, знаете Я вдруг понял, что называется она heavy barrel Heavy по-английски тяжелый А barrel не только бочка Но еще и ствол Heavy barrel Тяжелый ствол Такой, знаете, увесистая дура Играть в нее, кстати, тоже нелегко И последний картридж как раз Он ничего не сказал про Чипы Дейл 3 Просто что? Они же показывали этого Чипы Дейл 3 уже Они же показывали его, почему он ничего не сказал про это Господи Иисусе Господи Иисусе Про Джо и Мака он... Так в смысле палево Про Джо и Мака он говорил Он сначала показывал Супер Марио 16 А потом показывал в следующей передаче Джо и Мака И говорил Ну вы уже поняли, что это типа пиратский порт с Супер Марио 16 Ай, пойду плов погрею Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, приношу свои извинения за задержку, все, поехали Для ваших младших Простите, все, все Бабушка с удовольствием поиграет в эту игру Дедушка не кнет, да и ткнет кнопочку Ну и, конечно, хорошо посоветовать Играть в нее учителям Ибо картридж называется Zombie Nation Нация зомби И сестая дура Играть в нее, кстати, тоже нелегко И последний картридж Как раз для ваших младших Братьев и сестер Бабушка с удовольствием поиграет в эту игру Дедушка не кнет, да и ткнет кнопочку Ну и, конечно, хорошо посоветовать Играть в нее учителям Ибо картридж называется Zombie Nation Нация зомби Вот такая милая Добрая и очень Человечная игра Давайте посмотрим Те, кто узнает фамилию Ленин Наверняка вздрогнут при начале Этой игры, потому что именно Владимир Ильич Вернее, его гордый профиль С лысой головой и Прекрасно сложенными ушами Развышается над городом Сдрогнул и я И только потом понял, что это какой-то Злой китайский дух Который иногда поворачивается к вам Как говорят французы И тут мы понимаем, что это никакой не Ленин, а просто самурай Самурай, правда, не безобидный Такое, в чем все самурайы Он плюется огненными слюнями И после чего Дома и сооружения рушатся Словно хворостом Этому самураю не страшны ни громы, ни молнии, ни вулканы Вы, наверное, догадались, что самурай это вы Причем не сам физический японский мужчина А его дух Восставший из могилы По-нашему говоря, зомби А сейчас Переходим в 16-битный палат У многих из вас есть приставка Pro 16-бит Так называемая Sega совместимая Это значит, что Если у вашего товарища есть Sega Mega Drive 2 А у вас Pro 16-бит То вы можете пользоваться одними картриджами И хорошо бы, чтобы у вас оказались те Что у меня сегодня на столе Беру первый В нашей прошлой программе в формате Dendy Я рассказывал вам об игрушке Nigel Mansell World Championship Это практически то же самое Круто! Но разница огромна в том Что 16-бит позволяет устроить Настоящие гонки инди-кар Итак Nigel Mansell Инди-кар Знадаки автогонок Наверняка понимают Почему это Nigel Mansell вдруг Увлекся компьютерными игрушками Да потому что На... А если на реальной форме 1 Вот один болит другому Вот так в жопу тюкнет Пиздец будет? Или что-то похожее тебе Так, ну типа пук и все И разъехались В трассе формула 1 Ему уже Как мы говорим Ничего не светит Просто по возрасту Старенький он уже у нас Ну а игрушка Они сделали хорошую Посмотрите насколько реалистична трасса С таким страшным ревом Проносятся мимо вас Ваши противники Оставляя клубы дыма И очень интересная панель приборов Кроме времени и трассы А эти болиды сконструированы же так Что типа они ну Ну группа говорят Как такие наземные самолеты Да, типа у них там аэродинамика Вот это все И там типа малейшее повреждение Это пиздец, да? В правой есть и индикатор повреждений Вашей машины Каждый раз когда вы касаетесь бровки Бордюра У меня очень вкусно Очень вкусно Вашины противника Ваша тачка начинает гореть красным светом А это значит что скоро она загорится И конец вашей гонки Постарайтесь до этого не доводить Хотя трассы очень сложные И практически невозможно избежать Хоть легких, но ошибок Итак, 15 трасс в вашем распоряжении Выбирайте любую на свой вкус 95-й год выпуска этой игры Согласитесь, очень свежая вещь Вареники ел вообще Ел Следующая игра вот эта Очень смешная, юмористическая Но выигрызывание лучшего и доставки Вкусвил Хьюманс по-английски Человеческие существа Как децелс, скучновато Ну, если уж Азик, наверное, не будет Ну, назовем ее смешно Будет нам называться у нас Человеки Ладно? Ух, на районе язвуков Ух, на районе язвуков Ух, на районе язвуков Ну, пусть я на районе, наверное Не могу, потому что я ее до сих пор не успел посмотреть И, конечно же, не успел поиграть Так что сейчас то, что вы увидите Это мои робкие попытки освоить товар фирмы Sega Genesis GameTag Не забудьте, увидев надпись Genesis, иметь при себе Mega Key Он у меня всегда с собой Вот он, мой родимый, почему-то валялся на полу Но ничего Итак, первый уровень игры Ровно три секунды мне понадобилось На стартовой год идет вареньки Я не в курсе вот это такое А только смешные шумы Через несколько секунд новая мысль озарила мой мозг И это была мысль о том, что игра до боли похожа на Леммингов Еще немного времени прошло И я сообразил, что в игре четыре героя Которые олицетворяют, пожалуй, самую добрую И самую правильную идею за всю историю человечества Что мы должны помогать друг другу Чем можем и как можем Вот эти четыре бородатых мужичка в шкурах И помогают друг другу по-всякому Смотрите, этот подставил руки И только после этого его друзья Могут, не сломав себе ноги Спокойно прыгнуть с этой каменной платформы И вот новое приключение Что же делать? Один из участников встает под скалой А второй забирается ему на плечи Смотрите, как смешно в этот момент приседает первый Это, конечно, 16-битный процессор Он может позволить себе такие вещи А вот тут, смотрите, колонна из мужичков Просто шатается от тяжести Ну вот, и мы в следующем уровне Успехов и вам, друзья Вот как хотите меня Бейте меня Пишите мне гневные письма Обзывайте меня всякими словами Но Вот такие игрушки мне нравятся Гораздо больше, чем Аналогичные по тематике Юрский парк, например Или Ну, или что-нибудь другое Страшное доисторическое Я, знаете, люблю юмор Это вы, наверное, успели заметить Зашумели, ветры загудели И у меня на столе появилось Три новых совершенно Новейших картриджей для приставки Геймбой Каждый раз ошибаюсь И каждый раз поправляю себя Не приставки А системы Игровой системы Геймбой Потому что приставка Это то, к чему Надо к чему-нибудь приставлять Вот Как-то так вот приставлять Подсоединять Как-то пришпандоривать Ничего этого с Геймбоем делать не надо Он на батарейках Он совершенно автономная система У вас в кармане лежит Вместе с Жалкой мелочью Ластиками, карандашами И ключами И никому не мешает А главное Есть и просят Вот что важно Ну, есть-то на самом деле Довольно много Одного набора батареек Мне кажется Сколько я своему опыту помню Хватает, по-моему, на неделю Ну, для кого-то это много Для кого-то мало К примеру Аналогичная система фирмы Sega Которая называется Game Gear А, вот Кстати Слово Gear Это нам и пригодилось С вами Жрет Ой, извините Какая-то грубое слово Использует Конечно Использует Набор батареек Примерно За два Часа Да конечно Да конечно Да, конечно Да, да, да Да, да Блин Опять он Опять он Взяли Взяли и перевели И перевели Фирма Эклейм По-прежнему Это сделала Перевели Это в формат Геймбоя И вот что У них Получилось Вообще Он прав Геймгир Живет В разы больше Не в бой Но не так Что геймбой У него работает Неделю На батарейках А геймгир На тех же батарейках Два часа На что не во столько раз А получилось У них Довольно Неплохо Начнем С Бэтмена Он как всегда Очень груб Но очень Справедлив А как же еще Скажите вы мне Вести себя С негодяями Которые так И норовят Вас пнуть То железной палки То выстроит Вас из пистолета Толстой пулей Вот и приходится Распускать Кулаки Ноги И крюч С веревкой Единственная Сто процентная Связь С Блин Они реально Попытались Портировать Вот этого Высеранного Бэтмен Форевер Который вот так Вот ходит Вот так вот Как Муртоком Эти пиздян Дает всем Нинтендовской игрой В том что По прежнему Мы видим с вами Имена негодяев Которых сокрушают Но в общем У программистов Есть свои хитрости А что Мне кажется Недурно Для 8 битного Геймбоя Вполне нормальные Приключения Робина и Бэтмена Отнюдь не стали Менее интересными Да конечно Там нет такой Безумной графики Нету такой анимации Как в нинтендовской версии Но Что вы хотите От маленького 8 битного Паренька Следующая игрушка Для геймбоя Mickey's Dangerous Chase Сумасшедшая Безумная Опасная погоня Микки Мауса За кем он гонится И куда Давайте посмотрим Без промедления Это очень забавная игрушка И она была Одной из самых первых Которую я освоил На геймбое Ну и конечно После Марио Задача У Микки Мауса Одновременно И простая И сложная Сложная Для мыши Потому что Надо понимать Огромные Каменные блоки Под которыми Хранятся Всякие Прелести И радости Что-то же было Он про эту игру Помните говорил Про коробки Там или что-то Вот такое Что-то такое было Он какой-то чушь Про нее помню Сморозил Ну а простая Потому что Враги Довольно Бестолковые Вот Здоровенная Собака Бульдовж Сидит себе На кубике И ничего Не может С вами сделать Да и ты тоже Бабах Какая хорошая игра Посмотрите Как неожиданно Точно Неожиданно Собрано Сделали эту игрушку Программисты Фирмы Capcom Capcom Низка Как Кровь в жилах Стынуть Потому что Именно Capcom Прорвалась На рынок Видеоигр За своим Street Fighter Потом уже Было много Других Релизов Но Street Fighter Стоит Вот такой скалой Знаете В середине Игрушечного мира И последняя Игрушка BC Kid Как обычно Это бывает Мы играли в нее Уже В формате Sega И в формате Super Nintendo Осталось только Посмотреть Что осталось От BC Kid В формате Game Boy Ну-ка Что же Осталось самое Я бы сказал Главное Огромная Круглая Лысая Голова Так и знал Так и знал Так и знал Напомню Что BC Означает Before Christ То есть До Рождества Христова Но это По крайней мере 1995 Лет Тому назад Ну до судьи Вы можете подумать Почему именно Такую цифру Я назвал Те из вас Кто догадается Обязательно Напишите мне Ну а мы Давайте вернемся Потому что 1995 года Передача Может быть Серьезно Нужно Про это писать Тестных Самой игре BC Kid Умеет летать Плавать Прыгать Бегать И делать Много Всяких Смешных Вещей Вот говорят Плохо Быть лысым Вроде как Некрасиво Или неудобно Почему Вот BC Kid Вот совершенно Лысый мальчик Понимаете От рождения Да Смотрите Как они стали Обрезать Нормально Уже не видно Интерфейса Супер Геймбоя А прям Как будто Да По настоящему Просто Лысый И лысый Зато Как здорово Вторая часть Лучше чем первая Третья будет Лучше чем вторая А мы с вами Давайте-ка Закончим Пустые разговоры И перейдем В профессиональный На данный момент Формат Супер Нинтендо Ну что ж Вот и пришла нам пора Разобраться С новыми Картриджами Для приставки Супер Нинтендо Начнем вот с этого Он мне очень нравится тем Что относится К образовательным Игрушкам Согласитесь Кстати знаете Что интересно Сорри что так часто Стоп Смотрите Вот он Все время Шеймит Восьмибитников Говорит что Ну это для маленьких Это просто Простое Такое Нужно начинать С этого Вот там Вот игрокам Вот это прочее Прочее А если блять Сережа Оказалось сейчас Наше время Какая приставка У него была бы Сейчас типа Ну для Крутых чуваков А какая была бы У него приставка Типа для вот Маленьких Вот Ну для начинающих Вот типа С чего надо начинать Как бы он Объяснял А свитч для маленьких Ну наверное Довольно мало Сегодня игр Которые можно назвать Образовательными Это одна из них Называется она Fun and Games Fun по-английски Забава End по-английски И Games Игры Итак Забава End по-английски И Games Игры Итак Забава И игры Вот такой картридж Меня очень удивил Его вес Очень тяжелая коробка Открываем ее И что же мы там видим Оказывается Так Тяжело Из-за того Что здесь Толстенный буклет На 95 страницах Я еще никогда не видел В играх Такие толстые буклеты Они на разных языках Но здесь Необходимо Очень внимательно Его почитать Прежде чем Играть в эту игру Или по крайней мере Просмотреть Потому что Без знания Некоторых нюансов И тонкостей Вы не сможете получить Полный фан Который от этой игры Вы должны получить Итак Fun and Games Paint Games Music and Style Рисовалка Игралка Музыкалка Потому что Я сейчас ем Первый раз за день И после 3 Моем второй раз за день Больше я не ем Многим из вас Особенно девчонкам Никак не дают покоя Лавре Кельвина Клайна Или Карла Лайна В профессиональную Геймерскую среду Идем Супер Нинтендо Супер 16 бит Полный 16 битный процессор Я вот Знаменитых Всемирно известных Стилистов Вот вам тут Представляется Полная возможность Приодеть девушку Как хотите И во что хотите А потом Позабавиться Вот таким вот Своеобразным Космическим Моделированием Одежды Это очень Смешная игрушка Я в нее играл Довольно долго И ухахатывался До боли В животе Вот какой Симпатяга Динозавр Со сковородкой В руках Ну а это Часть игры Которая называется Paint Она похожа На большую Взрослую Компьютерную программу Paint Brush В системе Windows Но компьютер стоит Огромных денег Да и программу Надо еще где-то взять Не воровать же ее А здесь Все Для вашего Удовольствия Закрасили Немо голубеньким Море синеньким Пожете красненьким И поехали Поплыли под музыку Вашего же сочинения Несколько надписей На коробке Сразу поражают воображение Ну во-первых Две буковки EA Electronic Arts Это эмблема Самой крутой Фирмы Производителя Спортивных имитаторов Ну и конечно Надпись Five Players Что совершенно Невероятно Да Играть в эту игру Можно В пятером Представляете Ну конечно Если у вас есть Специальный адаптер Иначе Двух джойстиков В вашей приставке Супер Нинтендо Конечно же Не хватит Ну что ж А мы Давайте-ка Несколько секунд Посмотрим Как играют Наши бойцы Кожаного мяча Вот белый в атаке Подкат Очень технично Выборный подкат И мяч переходит К команде синих Мяч у седьмого номера Он прорывается вперед Ему не дают Но передача По нему краю Выгодную площадку И Ну когда же будет удар Ну удар Ну бей же Бей Мазила Вратарь На месте А это Очень смешная игрушка О которой мы уже Рассказывали Как-то в одной Было же Прямо один в один Я вот вспомнил Вот это вот Вот с этим Бей же Бей же Мазила Вратарь На месте Вот это же Это же было Анимационные маньяки Маньяки На месте Наших прошлых программ Напомню Называется она Аниманиакс Мультипликационные Анимационные маньяки Три таких смешных Существа Вот не смешно Под музычку Вертящие задом Отправляются В путешествие По стране Мультипликации С одной Только им Известной целью С какой Вы об этом узнаете Если попробуете Пройти игру до конца Признаюсь У меня это Не получилось Очень смешно Что сзади На этом картридже Написана такая фраза Знаете как пишут Для какого количества Игроков Сделана Обязка Но так как Аниманиакс Это Мультипликационные Маньяки Или мультманьяки Здесь написано Игрушка Для одного Мультманьяка Если у вас Живет на личной клетке Другой мультманьяк То в эту Именно игру Вам с ним вдвоем Не поиграть Но есть еще Огромное количество Игр В которых можно Играть вдвоем Но я К сожалению Сегодня Больше ни о чем Рассказать не успею Наша перелесия Прошла к концу Обо всем остальном Вы узнаете Из нашего следующего Выпуска Пока До встречи На следующей неделе Здравствуйте Мои дорогие Поклонники Компьютерных Легу После Продолжим Мы с вами Продолжаем Играть В компьютерные игры Я вас приглашаю В мир Новой реальности В мир Компьютерных Игр Ну а в мире В мире компьютерных игр Но все таки Играет 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 картриджа на любой вкус. Первый из них называется Immortal. Это по-английски бессмертный. Мне все больше и больше кажется, что содержание 8-битных картриджей несколько уступает картинкам на обложках этих игрушек. Картинки сказочно-красочные. Игры, конечно, не совсем другое дело. Вот, посмотрите, какая примитивная дуэль голого рогатого монстра с нашим седовласым старичком. Кстати, старичок, это вы. Вы и есть тот самый бессмертный герой игрушки. Вот как ловко он убегает, несмотря на свои преклонные годы, от трех огненных шаров. Как он почти не кряхтя опускается на следующий уровень и минует драку двух монстров. Как говорится, двое дерутся, третий не лезь. Вы знаете, я бы когда-нибудь, конечно, стал играть в эту игру до конца, если бы мне в обмен за это пообещали бессмертие. Многие из вас интересуются не только компьютерными играми. В круг ваших интересов входят и книги, и фильмы, и спорт, и, конечно, мировые популярные виды спорта, такие как гольф, теннис, и, конечно, автогонки, формулы 1. Вот в руках у меня картридж, который называется Найджел Менсл's World Championship. Опять! World Championship означает мировой чемпионат, чемпионат мира. А вот Найджел Менсл так зовут дядечку. Он такой, знаете, довольно взрослый уже, с усами, который очень часто побеждает на трассах Формулы 1. И программисты решили запечатлеть его бессмертные подвиги на треке вот в этой игрушке. Давайте посмотрим, что может Найджел Менсл в 8-битном формате. Ну, а может он здесь практически то же самое, что и в 16-ти. Дело в том, что 8-битные автомобильные гонялки очень похожи на 16-битные и почти ни в чем не уступают им. Ну, судите сами. Также замечательно и весело бегут окрестные поля, указатели поворотов, также призывно визжат шины по асфальту и примерно такого же содержания приборная доска. Два зеркала заднего вида справа и слева, скорость прохождения круга, ваша позиция на треке, на карте в середине, ну, а справа передача, на которой вы сейчас едете, скорость в километрах в час и состояние шин. Известно, что 8-битные игрушки страдают не только изображением, но и звуком. Так по-комариному смешно пищат шины, но вдруг, к моему удовольствию, я услышал вот такой трёв. Послушайте. Это мы с вами обогнали соперника. Неплохо. Неплохо. Ну, а вот это моя любовь и моя радость. Этот картридж называется «Дейк Трейси». Так звали героя американских комиксов, которые печатались в газете «Чикаго Трибью». В 1932 году они начали публиковать комиксы. С тех пор они очень полюбились читателям и взрослым, и, естественно, детям. После этого был снят замечательный фильм. Кстати, продюсер этого фильма выступил актёр, играющий главную роль в этом фильме, который так и назывался «Дейк Трейси». Если фильм «Дейк Трейси» — это прежде всего взаимодействие и столкновение различных характеров и персонажей, то игрушку в 8-битном формате с одноимённым названием я бы, пожалуй, отнёс к разряду архитектурно-городских. Да, здесь очень много домов. «Дейк Трейси» заходит в некоторые из них наводить порядок, но здесь, кажется, всё в порядке, поедем дальше. Обращайте внимание на крыши домов. Именно там и расположились довольно привольно негодяи. Вот «Дейк Трейси» выходит, несколько метких выстрелов, и негодяй падает с крыши. Правда, куда он упал, увидеть совершенно невозможно. Вот на такой простой машинке с красным маячком на голове и катается «Дейк Трейси» по неизвестному городу. Наверное, это всё-таки Нью-Йорк. «Дор» написано здесь, значит «дверь». Но «Дейк Трейси» не заходит. И вообще, мне кажется, я немножко притомился. Нажмём-ка паузу. «Хороши восьмибитные игрушки». Вы поняли, что было? Они просто сначала снимали геймплей, он просто ездил, тыкал на все кнопки, в конце ещё на паузу нажимал. Они вставили это в передачу, и он такой, ну типа, надо как-то это прокомментировать, что за паузу я нажимаю. «Ну, я устал, да». «Устал, нажму-ка я паузу». От «Дика Трейси» у меня в глазах даже побежали такие зайчики, что у вас тоже, значит, пора переходить в 16-битный формат. «Итс шоу-даун тайм». Пора давать шоу. Или пора давать шороху, я бы так даже лучше перевёл. Так начинается инструкция картриджу «Самурай шоу-даун». «Шоу-даун» по-английски – это шоу, а вот «Шоу-даун» по-японски так называли охранников, телохранителей, больших персон, императоров, принцесс и всяких других японских знатных людей. Вот такой вот «Самурай» в 16-битном формате, как тут написано, «зверский, разрывающий сердце, напрягающий душу и, собственно, потеющий пальцы». Очевидно, имеется в виду, что от этой игры у вас потеют пальцы, когда вы будете тыкать джойстик. Давайте посмотрим, так это или нет. Давай. Выбрав себе подходящего партнёра, вы отправляетесь на схватку. Ну, схватка как схватка. Это, конечно, не «Стритфайтер» и не «Мортал Комбат». Так себе драка, надо сказать. Но самое плохое в этой игре – это, конечно, звук. Звук, который не оставляет никакого места для критики. Послушайте, как прерывается музыка в моменты ударов. Это для того, чтобы процессор мог загрузить в себя новую информацию из вашего картриджа, и вы смогли продолжать игру. Для 16-битного процессора это, конечно, стыд и позор. Ну, о самих японцах вы можете узнать очень много из этой игрушки. То, что они все ходят в платьях, что при ударах они произносят какие-то малоприличные слова, и что судьи на их турнирах больше похожи на железнодорожных рабочих, регулирующих переезд. Конечно, не нужно говорить о том, что игра – это для одного и для двух игроков. А иначе какой бы был смысл в такой замечательной драке. Следующий картридж в формате Sega – вот этот. О нем несколько подробнее мы расскажем, когда будем его показывать. Называется он SeaQuest. Морская экспедиция. На ней ничего не написано. Видно, создатели ее решили поддать секретности и усилить интригу. Ну что ж, ставим этот картридж в приставку и посмотрим, какими там они интригами хотят нас позабавить. Главная интрига в том, что игрушка сделана по мотивам очень популярного и очень многосерийного фильма, который у нас в прокате называется «Подводный воин». Ну что ж, довольно романтичное название. Игрушка требует от вас не только умения нажимать на кнопки, но и некого стратегического мышления. Огромен океан, необозримое его пространство и дно, на котором нет ни жемчугов, не кладов, пиратов, а только враги, враги и враги. 50% жизни... Подводная Одиссея. ...изни, осталось у вас после нескольких метких залпов вражеских подводных лодок и теперь нужно найти какое-нибудь порядочное убежище. Вот здесь уже нужно приложить голову и прочитать титры, которые, конечно же, на английском языке. Если вы ничего из вышеперечисленного не умеете, то просто собирайте деньги. Так сказать, на похороны. Жёстко. Не знаю, как вам, а мне нравятся такие игры, где нужно думать, где нужно мало стрелять, а в основном проявлять свою логику, догадливость, интуицию, если хотите. Чем-то мне эта игра напомнила Soldiers of Fortune. Опять? Помните, есть такая игра в формате Sega. Если не помните, я в ближайшей передаче вам напомню, не обязательно. А сейчас с Sega давайте закончим и с удовольствием я открою для вас новые звёздные ворота. Звёздные ворота в формат Game Boy. Вот у меня в руках картридж, называется он Star Game. Звёздные врата. Так даже будет более шикарно перевести. Звёздные врата. Миллион лет назад вас при помощи какой-то машины времени переносит, и вы оказываетесь в Древнем Египте. В пирамидах, в тайниках. И вам нужно прийти к этим звёздным вратам и открыть их. Соответственно, главное постараться не встретиться с зловещим фараоном по имени Ра. То есть вам всё это удастся, звёздные врата откроются. И по имени Адоль. Если нет, всё, каюк. Фараоны, как известно, были не только очень мудрыми, но и очень коварными людьми. Поэтому они всячески кодировали входы в свои гробницы, чтобы досужий странник не мог когда-нибудь через несколько тысяч лет похитить сокровища фараонов. Вот вы как раз и должны справиться с этой задачей. Каким образом? Вы когда-нибудь играли в Тетрис? Ну, конечно же, играли. Так вот, это гораздо сложнее и гораздо интереснее. Нужно составить одну на другую три скрижали с одинаковыми иероглифами. Как только вам это удастся, верхняя линейка открывается, и вы в следующем уровне. А мы с вами переходим в формат Супер Нинтендо. Ну и, наконец, дождались мы с вами самого главного. Передо мной огромная гора картриджей для приставки Супер Нинтендо. Спору нет, я не успею рассказать даже о четверти из них, но это количество как раз и распределил я на четыре наших программы. И начнем мы с очень интересной и такой даже немножечко жутковатой игрушки. Называется она Экт Рейзер. Экт Рейзер. Вот она. Вот она, эта игра. Сзади мы видим описание на четырех языках. Там, к сожалению, нет русского. Но есть немецкий, английский, французский и, кажется, датский. Вот, наверное, на датском языке вам будет удобнее всего. Я тоже переведу с датского языка. Разрушитель возвращается. Потрясающая графика. Невероятная, невообразимая музыка. Сто процентов действия. Все это происходит во вселенной полный призраков. И фурии добро... Первая часть, кстати, ультра охуенная. Просто, бля, вот хидден джем прям реально. Вот о ней мало народу знает, но ебать, она крутая. Просто матери суси. Я помню, прошел его таким запоем на РГГ. Это что-то. Это, короче, платформер, скрещенный со стратегией. То есть там у тебя идет платформенный уровень, где ты ходишь, проходишь там уровень, побеждаешь босса, и потом херак тебя выкидывает в стратегию. Это типа как бог там создаешь, короче, деревню, там помогаешь жителям, все такое. Просто отвал башки вообще. Пожаловать в царство сна, которое можно добиться платформер. Кошмаром. Экт-Рейзер. Ой, страх. Какой страх. Это музыка, эти черные тучи, с которыми, между нами говоря, создатели игрушки немножечко переборщили. Ну, когда стараешься сделать супер-игру, всегда что-нибудь да не получается. Ну, а в остальном великолепный образец романтической в стиле Вагнера боевой игры. Вот с тобой Экт-Рейзер. Должны быть, деда. Как только крылья держат непонятно, отправляетесь по бескрайней стране за своим счастьем. Надо году в шестнадцатом было. кого-нибудь спасать. Об этом ни в начале игры, ни на коробке ничего не написано. Если не в пятнадцатом. Ну, а это первый тренировочный враг. Победить его очень просто. Главный вориан подставлять щит и занимать удобную позицию. Огненные шары, которыми плюется дракон, летают по строго определенные траектории. Не пытайтесь с ними бороться, просто стойте и ждите. Ну вот, главный дракон повержен, и вы приступаете непосредственно к игре. Ну, а в первой части вот так вот и летал и строил города. Что означает долина смерти. Дэвфилдсо. Вот очень завораживающее начало. И вы в первом уровне. Здесь, как правило, все горит и разрушается. Мало этого, толпы негодяев, вооруженных ножами и пиками бросаются на вас, чтобы помешать вам в вашем благородном деле. Выше голову и смелее. Не забывайте про щит и меч. Итак, это была игра Эктрейзер. Часть вторая. Презодство фирмы Ubisoft Entertainment Software в указаниях для пользования возможно для всех возрастов от 3 до 10 лет от 11 до 14, от 15 до 17 и от 18 и старше. Но оставим ее в покое и перейдем к следующей игре. Это совершенно противоположная игрушечка. Мы, знаете ли, любим работать на контрастах. То вот такого страху нагнали с чудовищами дофуриями, то милая игрушка Twin Bee. Twin по-английски близнец. Bee это пчела. Но еще если бы коротко, Bee это буквально коготь, нет, не маршрутил. ABCD, ну и дальше вы сами прекрасно знаете. Итак, производство фирмы Pelcom Software. Twin Bee. Было же, да, конечно. Девчонки очень любят танцевать. Послушайте, в эту игру можно играть и пританцовывать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Похоже на песню «Крылатые качели». Врагов пока не видно, есть только нежные колокольчики. Когда они меняют цвет, их нужно хватать, тем самым зарабатывая себе очки. Ну а где же враги, спросите вы? Сейчас мы до них долетим. Вот городок, по улицам которого ездят бешеные ананасы. Их нужно бомбить, нажимая другую кнопку на вашем пульте. Чем больше ананасов вы разбомбите, тем больше очков получите. Ну что ж, с ананасами покончены. Берегитесь вилок, которые появляются в синем небе. Вот они действительно опасны. Но и колокольчики, летящие вслед за ними, от этого дороже стоят. А вот сверх какие-то вражеские пчелы или осы пускают вас белые шарики, от них повернуться довольно просто. Вообще игра очень светлая, радостная и интересная. Итак, запомните, это была игрушка Pop and Twin Bee, леталочка для девочек. Ну а сейчас игрушка общего пользования. Для девочек, да? Называется она Super Soccer. По-английски это означает Super Football. Многие из вас путают футбол с сокером. Вернее, мы-то с вами, конечно, не путаем футбол, он для нас и есть футбол. Пятнистый мячик бить ногами, руками трогать нельзя, толкаться тоже, подножки ставить запрещено. А для американцев футбол совсем другое. Это, знаете, такие здоровенные дядьки в шлемах бегают, пихают друг друга, что есть силы и играют таким вот странным, таким дефективным, я даже сказал, продолговатым мячиком. Эта игра сейчас у нас тоже приобретает некоторую популярность, но, конечно, до популярности настоящего футбола ей далеко. Осень это не только разгар политической деятельности, но и футбольные страсти. Особенно это происходит в России и в Европе. Вот, когда клубы начинают рубиться друг с другом за звание чемпионов. Все это вы можете сделать, не вставая с дивана, если у вас будет картридж Супер Сокер. Производство фирмы Супер Нинтендо. Да, Нинтендо это не только разработчик приставок, но еще и довольно активный создатель новых игрушек. Вот, одна из них у меня в руках. Давайте посмотрим, как можно играть в европейском фирме, не выходя из вашей двухкомнатной квартиры. На мой личный взгляд и по опросу некоторых очень компетентных моих товарищей это самый лучший футбольный имитатор из всего, что было создано в 16-битном формате. Посудите сами, сколько стратегии, ловкости и по-настоящему футбольной смекалки нужно проявить, чтобы добиться успехов в этой игре. Несколько слов о правилах. Вы играете командой синих. Проход к воротам, удар нет, вратарь выбивает мяч и он, как в настоящем телевизионном репортаже, летит прямо на камеру, увеличиваясь в соответствии с законами физики. И снова вы в атаке. У кого мяч, это видно, а вот кому выгодно отдать пас, подсказывает компьютер. Стрелочкой постоянно меняющегося цвета. Ах, они нарушают правила, но судья, кажется, не заметил этого. Вообще, с точки зрения правил и грубости игры, здесь все как-то очень лояльно. Посмотрите, сейчас еще раз. Оп, сносит нашего игрока и ни в чем не бывало отправляется дальше. Куда ты зачитывал переходы по Яндекс.Марафону? Вратарь на месте, но звучит финальный свисток, матч закончен. Ой, простите. Удар! Вратарь на месте, но звучит финальный свисток, матч закончен, и наша передача, увы, подошла к концу. Я слышу вас в возмущенные возгласы. А что это за коробка, которую ведущий так и не открыл для нас? Это мой большой секрет, впрочем, только до следующей программы. Пока! Бэйзи играет все! Ну ладно, на сегодня хватит. А где до 5 минут? Я сказал, что этот выпуск, он еще меньше, чем предыдущие. Ну... Ну...